Сегодня мы поговорим о коррекции области век. Для многих пациентов нависающие в верхние веки морщинки в области нижних век являются достаточно значимой проблемой. Если кожа в области век имеет значительный избыток, конечно, лучше пойти и сделать операционную блефропластику. Вы получите максимально выраженный результат. Но блефропластика не убирает морщиночки. Многие пациенты считают, что когда нижнее веко подтягивает, то оно поднимается вот так вот вверх, и, соответственно, получается, все морщиночки, складочки разравняются. К сожалению, нет. При операции убирается часть морщинок вместе со избытком кожи. Но те морщинки, которые окажутся ниже зоны иссечения, они останутся. А если убрать чуть больше кожи для того, чтобы, по идее, она натянулась вверх, получите обратный эффект. Область нижнего века будет тянуться вниз, она будет отстоять от глазного яблока, и вы получите так называемый выбор от века. Поэтому ни один доктор, естественно, так сделать вам не захочет и будет делать операцию, только опираясь на тот избыток ткани, который он видит. Но в тех ситуациях, когда нет возможности для длительного реабилитационного периода, в тех ситуациях, когда нависание и избыток мягкой ткани относительно небольшой, в тех ситуациях, когда есть противопоказания к проведению операционной методики, на помощь может прийти косметология. И одна из методик, которую мы достаточно часто используем в своей клинике, это так называемая псевдоблефропластика или безоперационная блефропластика. В чем ее суть? Основная задача – заставить избыток кожи сократиться. Заставить сокращаться кожа мы можем за счет введения каких-то препаратов, либо за счет раздражения ткани, причинения травмы, и вызывая ответную реакцию организма в виде сокращения ткани за счет нарастания коллагена. Так вот, псевдоблефропластика относится ко второму пути, когда после нанесения анестезии, чтобы была наименее болезненная сама процедура, в коже века верхнего, нижнего, делается лазером много-много-много мелких дырочек. То есть лазер прожигает кожу на небольшую глубину, заставляя травму, нагревая ее, так называемую, составляя тепловой дополнительный шок, и заставляет сокращаться кожа. Травмируется при этом порядка 10-11% обрабатываемого участка кожи. Соответственно, это гарантирует короткий реабилитационный период, который составляет обычно в пределах 2-3 дней в виде отека. Краснота после процедуры может держаться более длительное время, до 5-7 дней, но красноту, как мы все прекрасно знаем, можно замаскировать. А вот отек до 2-3 дня в большинстве своем уходит. Для усиления эффективности воздействия лазером, мы дополнительно обрабатываем кожу специальным аппаратом, который усиливает степень травматизации, и тем самым стимулирует более сильный процесс регенерации сокращения кожи. Эт аппарат тоже прожигает дырочки, но чуть более глубокие, чуть более широкие, чем лазер, на большем расстоянии друг от друга, что приводит к синергии непосредственно результатов, и кожа сокращается еще сильнее. Насколько будет хороший эффект? Очень многое, к сожалению, зависит от ответной реакции организма. Есть пациенты, у кого эффект видно только в выравнивании текстуры кожи, устранении морщинок и небольшом сокращении, примерно на 10% от желаемого результата. Есть пациенты, у которых результат гораздо более выражен, то есть порядка 30 и даже 40% от желаемого результата, и это основная масса пациентов. Ну и существует очень хорошее исключение из правил. У меня было несколько пациентов, у кого эффект был сравним, наверное, с операционной методикой, то есть порядка 90% избытка кожи сократилось за счет однократного воздействия. Длительность эффекта при этом ожидаемая несколько лет, то есть это скорость старения ткани, скорость старения коллагена, соответственно, 2-3 года мы ожидаем, что достигнутый результат будет держаться. Но для того, чтобы достигать более высоких результатов, для того, чтобы получать более выраженный эффект при нависающей коже верхнего века, мы рекомендуем дополнительно нитевой лифтинг области лба и бровей, когда мы не только за счет псевдоблефоропластики сокращаем кожу, убираем нависание в области века, но и приподнимаем бровку, приподнимаем верхнее веко, и тем самым дополнительно нивелируем провисание в области верхнего века, достигая максимальных результатов. Вот на этом я хотел закончить сегодняшнее повествование по поводу псевдоблефоропластики. Если у вас возникают вопросы, если вы хотите проконсультироваться, приходите к нам в клинику, будем рады ответить на все ваши вопросы.